Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. И сегодня у нас испытание Учитель Сплинтер. В этом испытании 6 эпизодов. Играют всевозможные черепашки, ограничено количество героев. Кроме того, есть отдельный герой Эйприл Кунаичи. Вот Эйприл и мы возьмем для первого эпизода. Сплинтер здесь невысокого уровня, поэтому я думаю, Эйприл справится достаточно быстро. Итак, Сплинтер первым атакует, ну а вот Эйприл наносит смертельный урон при помощи телекинеза. Итак, и да, с первого удара выбивает беднягу Сплинтера. Что ж, это было закономерно. Все-таки очень здорово прокачан этот герой. Ну а дальше, давайте-ка, друзья, я возьму каких-то черепашек. Итак, у нас участвует... Вот, вижу, Черепашки Ведения. Черепашки из мультика классические, космические, оригинальные, ролевики. Ну, практически весь комплект. И для первого сражения, для второго эпизода, давайте-ка я возьму классических черепашек. Итак, Микки Лео есть. Нам нужен Раф. И нам еще нужен Донни. Только где он спрятался? Ну, я думаю, сейчас мы его найдем. Да, вот. Ну и отправимся в следующий эпизод. Итак, второй эпизод. Здесь Сплинтер Ганла раздо выше по уровню. Как видите, сразу же медитирует. Усиливает себя. Ох, ничего себе. Сколько положительных эффектов. Ну что ж, тогда давайте-ка я тоже усилию наш состав. Вот, Микки классический танцует. Благодаря его танцам у нас появляется дополнительный баф. Это вот спецатаки, наносящие более серьезный урон. И надеюсь, что сейчас Микки нанесет довольно-таки серьезный удар со скейта при помощи нучак. Да, удалось снять половину жизни. Вот, дальше Лео призывает братьев к атаке. Вот, Раф тем временем угощает братьев пиццей. Вот, тем самым усиливая и подлечивая наш отряд. Ну и вот, надеюсь, Донни при помощи вертолета добьет учителя Сплинтера. Итак, выстрел. Не удалось. Сплинтер выживает. Даже контратакует. Наносит удар по уязвимым точкам, снимая часть жизни у Рафа. Ох, и до Лео досталось. Но вот от Сюрикена Микеланджело я не думаю, что сумеет увернуться. Итак, Микки классический забрасывает учителя Сплинтера Сюрикенами. И мы получаем победу. Что ж, это было здорово. Хорошо сработали классические черепашки. Нам удалось заработать 2 ДНК учителя Сплинтера. И мы переходим к третьему эпизоду. Что ж, друзья, давайте-ка для третьего эпизода я возьму оригинальных черепашек. Итак, Микеланджело, Раф, Леонардо и Донни. Где-то, кстати, я пропустил Донни. Но, думаю, сейчас мы его найдем. Да, вот. Супер. Итак, третий эпизод. Посмотрим, как оригинальные черепашки справятся с учителем Сплинтером. И, как видите, в начале боя Сплинтер атакует при помощи тайной катаны. Снимает часть здоровья у Микеланджело. Кроме того, давайте-ка я сразу же прокачаю иммунитет. Вот, чтобы наши герои не налаживали негативных эффектов. Лео привлекает внимание к себе, вырываясь с экрана. Кроме того, прокачивает уклонения. А в Донни пытается излечить брата. Вот, при помощи очищения. Итак, что же? Нет, не сработало. Очищение сработало, но Микке не удалось подлечить. Что ж, ничего страшного. А сейчас смертельный удар Рафа, оригинального в прыжке. Бьет ногой и снимает практически половину жизни Сплинтера. Что ж, это было неплохо. Сплинтер контратакует. Наносит удар по уязвимым точкам. А Микке пытается его подорвать при помощи бомбы, которую рисует художник. Взрыв. Отлично. Часть жизни удалось снять. Как видите, опять же, выживает. Что ж, надеюсь, друзья, ненадолго. Лео рубит экран и осколками забрасывает Сплинтера. Ничего себе. Здорово. Просто здорово держит удары Сплинтер. Но все же, я думаю, от удара Донни при помощи вот этого уголка ему не устоять. Да. Итак, Донни оригинальный побеждай Сплинтера. И мы проходим и этот эпизод. Наша награда это 3 звездочки. Вернее, 3 ДНК Сплинтера. Но мы прошли на 3 звездочки. Супер. Итак, друзья, добрались до 4 эпизода. И в 4 эпизоде давайте-ка я возьму какую-то интересную команду. Пусть это будут ролевики. Донни Микки ролевой. Плюс мне нужен Лео и Раф. Супер. Отлично. Итак, хороший отряд. Достаточно высокого уровня у нас Сплинтер. Вот не просто уже его будет побеждать. Но я надеюсь, у нас все получится. Итак, Раф ролевик превращает... Вот Сплинтер превращает Раф ролевика в индюшку. У него появляется особая способность месть. А вот Микки уже пытается нанести первый удар. Итак, выстрес из вантуза снимает часть здоровья Сплинтера. Как видите, он довольно... Достаточно высокого уровня. И теперь уже половину жизни, чтобы снять, нужно будет постараться. И да, давайте-ка позаботимся о нашей безопасности. Донни Ролевик прокачивает дополнительную защиту. Даже броню у некоторых героев. А Лео вот привлекает внимание к себе. Вот при помощи своего меча. Отлично. Итак, Сплинтер атакует беднягу. Вот Лео ролевого. Навешивает на него цепи. Это пока что он сумел делать. Ого, и наши герои контратаковали. У Сплинтера появилось два негативных эффекта. Уменьшение скорости и уменьшение атаки. Ну а пока урон черепами Рафа ролевика. Удар-взрыв. Отлично. Итак, очень мало жизни осталось у Сплинтера. И я надеюсь, что огненная атака Донни, волшебника, закончит эту битву. Да, Сплинтер повержен. И наши ролевики довольно-таки неплохо сработали. Вот идеальная победа на три звездочки, чтобы это было здорово. Вот наша награда это ДНК Сплинтера. Причем целых три ДНК. Ну, просто великолепно. Итак, пятый эпизод. Вот переходим. И давайте-ка, друзья, я опять же возьму очередную команду. Вот то ли Космо-Черепашки я смотрю взять, то ли Черепашек из фильма. Вот то ли из мультика. Давайте-ка, друзья, я возьму Черепашек из фильма. Мне кажется, так будет лучше. Вот Донни, кстати. И кого-то не хватает. Донни, Раф, Микеланджело и Леонардо. Нам не хватает Леонардо. Лео, дружище, где ты? Ты нам нужен для эпического сражения. Вот, здорово. Ну что ж, Черепашки из фильма против Сплинтера. Интересно, что из этого получится. Итак, Сплинтер в начале боя атакует при помощи своей тайны Катаны. И сразу же снимает половину жизни. Но здорово, что у Микеланджело из фильма есть особая фишка. Он может усиливать и подлечивать отряды. Отлично. И вот теперь атака Лео из фильма. Роберт Катаны снимает где-то третью часть, что само по себе неплохо. Кроме того, Раф привлекает внимание к себе. Вот, просто супер. Отлично. Ну и вот посмотрим, что сейчас могу сделать. А я могу при помощи Донни из фильма на врага направить дрона с заправленного ядобитым облаком. Накрыл беднягу Сплинтера ядовитое облако. Сняло множество жизни. Вот, навешал на врага негативный эффект. И нам осталось только его запинать. Итак, удар Микеланджело из фильма с разворота ногой. И что же? И, как видите, Сплинтер выживает. Даже контратакует. Неплохо. Но я не думаю, друзья, что он сумеет что-то противоставить массовой атаке Лео из фильма. Рубит Катанами направо-налево, выбивая Сплинтера. И мы побеждаем идеальной победой. Просто супер. Ну что ж, хороший бой, хорошая победа. И мы идем с вами дальше. Да, наша награда это ДНК Сплинтера. Причем целых 4 штуки. Супер. Ну вот, друзья, добрались мы до финального шестого эпизода. Вот, и, конечно же, для финального боя мне нужны черепашки из мультика. Мне кажется, друзья, это будет лучший состав. Вот, конечно же, неплохо было бы сработать и команда ведения. Давайте-ка, друзья, так. Если у нас кто-то из черепашек упадет, я возьму команду ведения. Если не будет полная победа. Вот, и в начале боя Микеланджело из мультика прокачивает уклонение. Благодаря этой особой технике вражеские удары будут проходить мимо. Ну а пока вражеский сплинтер, вы видите, медитирует, усиливает свой состав. Ну а мы постепенно будем его рубить. Итак, удар Лео катанами с разворота. Ох, ничего себе, половину жизни снял одним ударом. Это здорово. Кроме того, Раф привлекает внимание к себе. Оттягивая внимание от Лео Дони. А Дони тем временем пытается прокачать дополнительную защиту. Вот супер. Очень даже неплохо. Вовремя он это проделал. Квитти сплинтер не сдается. Пытается навешать цепи на Рафа. Из мультика. Итак, удар тайной катана сплинтера. Вот, но благодаря уклонению урон проходит мимо. Вот наш герой контратакует. Сплинтер жив, но я надеюсь, что ненадолго. Итак, Микеланджело из мультика бросает дымовую бомбу и наносит скрытый удар. Выживает. Выживает сплинтер. Что же, друзья, только мощнейшая атака Лео из мультика может победить этого врага. Есть. Сплинтер побежден. Вот стальным торнадо и мы празднуем идеальную победу на 3 звездочки. Просто-просто супер. Вот наша добыча это 4 ДНК сплинтера. Итак, друзья, супер. Наше испытание пройдено. Кроме того, да, друзья, давайте-ка раз мы уже с вами сыграли, я еще возьму и команду видения. Просто очень люблю этих черепашек. Пусть сегодня сыграет все составы. Хотя, мне кажется, друзья, я кого-то еще пропустил. Итак, черепашки классические играли. Из фильма играли. Ага, друзья, космочерепашки не играли. Но я думаю, на этом мы уже остановимся. Только сыграет команда видения. А вот с космочерепашками мы будем играться в следующем видео. Ну а пока, вот давайте-ка, друзья, я сделаю так, чтобы наш отряд побыстрее двигался благодаря особой технике левого видения. Вот отлично, появилась броня у большинства героев. Сплинтер атакует, сбивает броню с рафа видения, но я не думаю, что это ему поможет. Итак, точность. Давайте-ка я еще прокачаю точность для нашего отряда. Вот, отлично, и попытаемся что-то сделать. Да, вот, друзья, огненный рощерк, особая атака, рафа видения. Отлично, снимает часть жизни вражеского сплинтера, то он контратакует. Ну а мы пытаемся запинать его при помощи каменной глыбы до неведения. Удар супер, половину здоровья удалось снять. Ой-ой-ой, и так достается вот нашему отряду, но я надеюсь, что Лео покажет врагу. И так тыкву, зарывает, подбрасывая вверх, налаживает опять же на врагов негативные эффекты. Вот, и надеюсь, что уже голодные белки Микеланджело видения добьют врагов, и мы получим идеальную победу. Нет, выживает, выживает сплинтер, даже пытается контратаковать, но у меня есть еще один сюрприз. Огненный торнадо рафа видения ставит точку в этом сражении, и мы опять же получаем идеальную победу. Просто супер, просто-просто великолепно. Что ж, наша награда это 6 золотых кусочков, просто супер. Что ж, друзья, итак, испытание учитель сплинтер пройдено. На этом сегодня я уже с вами буду провещаться. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok